50 тысяч рублей на подсобное хозяйство выдают малоимущим семьям. Селах по социальному контракту. О том, на каких условиях люди могут рассчитывать на материальную поддержку, узнавала Виктория Лобецкая. Корова Лада в семье точенюков появилась в январе. Она любимица и кормилица. Ладушка, кушай, девочка наша, молочко нам давай, чтобы Рита наша какао, пюре, кашку молочную кушала. Надежда к животному только привыкает, да и к сельской жизни тоже. До Халкидона жила в поселке городского типа Сибирцево, но муж отсюда вот и переехала. Иван на подворье хозяин, сено готовит и корову доит. Кормилица наша, доить правда, самому приходится. Ну ничего, пока супруга еще не привыкла к такой жизни. Но она сильная, рога у нее опасная. Корова для семьи как спасательный круг. Молоко есть всегда, а из него можно много разных продуктов приготовить. Серьезная экономия бюджета для точенюков. Это важно. У семьи статус малоимущих. Иван стоит на бирже труда, Надежда – буфетчица в военном госпитале. Предложили, хотите поучаствовать в социальном контракте. А я осталась, что это такое. Вот мне объяснили. Муж говорит, давай, давай пробовать. Вот обратились, ну все, выбрали корову. Сколько денег вам введите? 50 тысяч. Соцконтракт – это госпомощь. Право на нее у тех, чей доход не превышает 13 тысяч рублей в месяц. Именно столько в крае составляет прожиточный минимум. Человеку с таким достатком полагается 50 тысяч рублей. Может открыть свое дело, переобучиться, вложить деньги в ремонт хозяйства или купить живность. Правда, контроль расходования денег жесткий, до копейки. Это достаточно значимая помощь. Они могут ей распорядиться в интересах своей семьи. Оно для этого и предназначено. Таким образом, активизировать потенциал семьи для улучшения своих материальных условий, для преодоления трудной жизненной ситуации. С помощью соцконтракта сложную финансовую ситуацию исправили 240 приморцев. 11 на очереди. По статистике, самые активные пользователи господдержки живут в Черниговском районе. Виктория Лобецкая, Вадим Перевалов. Панорама.